какой-то чувак оставила стромный комментарий кто ты такой почему и на тебя подписан ставил он то один день назад но если мы зайдем на его канал мы увидим что он подписался на нас один день назад но чувак ты ты просто похлопаем хопа мимо суслик что происходит я по моему игру слабал ничего не понимая помоги итак всем привет меня зовут суслик это новая видеополосу она будет посвящена исключительно модам который усложняет или упрощают игру так и big black выключены и опять же поблагодарим нашего спонсора магазин шмо такая сголка из городом точка ру всякие шмоточки четенько дешево классненько пешечка блин я отвечаю куплю куплю вот ну и перейдем собственно средства уже косу в этой части я четко все расскажу помогал все что было прям четенько все понятненько чтобы вы дизайне тупили не нажимали какие-то рандомные клавиши в мадах не включались и кухих которую не умеете играть вот ну и давайте найдем щек мульти карту на которые смогу вам показать этому точно не то даже не знаю чуде то давайте вот вот это я буду на показать на харде не суть в общем моды такая штука собственно которая в основном понадобится вам уже на поздних стадиях игры до когда вы войдете какие-то топы будет пытаться выйти в топы страны или мира там неважно вот они находятся вот здесь вот та кнопка у вас на будет выглядеть по-другому естественно здесь вот сколько параметров получается 58 ну короче вот стыдно стыдно лень считать не суть в общем вот эти параметры упрощения усложнений особо про особые мы сразу забываем потому что это то что ну вот раз чтобы я у проект еще подробно скажу вот эти три параметра они в принципе создан только для того чтобы просмотреть карту знает то есть посмотреть как проходить ли еще что то есть грубо говоря здесь вам не нужно нажимать на клавиши здесь вам не нужно курсором управлять здесь очень чуть наделать здесь ничего такого а вот здесь надо все таки рассказать три режима которые два из них очень полезно а вот этот но сейчас я вам продемонстрирую демонстрирую сначала я продемонстрирую карту без режима easy потом с и вы поймете собственно почему его не стоит играть вообще вот мы увидели да красивая карта то есть приятно играть а теперь попробую это с изи та же самая карта же самая сложность то есть плевать и я не вижу вообще какому не понимаю какому мазохисту будет удобнее играть вот так то есть я сейчас вам покажу как будет выглядеть изи на реально сложной карте да и вы просто мне кажется заболеете просмотра на вот смотрите связи связи big black и зиму вот я вообще не понимаю что на экране происходит да то есть вы видели как выглядит карта вообще очень как непотребно на выглядит сейчас вам покажу и без изи собственно я просто хочу вам показать то что это мод который не надо использовать вот так выглядит без модно это очень сложная карта в общем из мод это мод который превращает вашу игру в говно буквально да то есть мне не нравится следующий мод я на работе показывать на сложной карте вот эти моды потому что вы должны понимать ноу фейл сокращение на вы наводите вы читаете написано вы не сможете проиграть сколько не пытаетесь на это так спускаем карту и собственно вы не можете проиграть у меня видите вот здесь вот хпш очки как показано никак не влияет все не могу проиграть вот сколько не пытаюсь здесь я не вижу смысл пояснять то есть вы просто не можете проиграть естественно у вас результат становится меньше вот здесь пусть кормить player то есть это значение на который умножится ваш результат соответственно если вы их в математике хоть как-то шарить и получше чем шимпанзе слушайте надо мне наверное предстоит шутить про обезьян это обильно если вы мыслите как детсадовец какой-то то естественно фуфу вы можете поймете что это так если вы число умножать на 0 5 но становится меньше в два раза вот следующий мод это хт халфтайм то есть получается что карта становится в два раза медленнее это полезный мод если вы пытаетесь выучить какую-то карту как я вот эту против что не выключил микрофон забыл ну и так далее то есть это реально полезный мод ладно про упрощение игры я сказал еще раз говорю ребят изи не делаю легче игру издет элементарная вещь которая делает меньше approach rate вы посмотрите насколько изначально на этой карте approach rate 10 это максимально approach rate он реально большой возможно читать она превращает это в 5 и в итоге у выступа карта становится куском отборного дерьма который играть невозможно я вам не советую мод использовать вам про легкие сказали вернемся к той карте а дальше я объясню собственно усложнение начну с 1 hard rock все становится чуть сложнее я считаю что это определение никак не поясняет что это такое в общем hard rock это такой мод который увеличивает approach рейтинг approach rate и уменьшает размер клавиш вы помните как выглядит такая карта без hard rock на теперь с hard rock а ну и так далее сейчас я открою таблицу в которой указано насколько hard rock увеличивает approach rate и размеры кружочков в определенных прочее так собственно вот таблица вот вы можете найти в группе us вконтакте ну их там немного буквально 1 который выпуска все будет это вот здесь например вот hard rock и допустим меня approach rate 5 соответственно он будет увеличивать прочее до 7 до если у меня прочее 7 но будет увеличить до 9 и 8 и так далее собственно все здесь подробно расписано то есть начиная с восьмого и пошагали уже прочее будет максимальным достаточно сложно играть вот если здесь тоже есть да то есть вот уменьшает там вообще единицу до 05 короче чуть чуть она режет тупо в два раза два раза режет approach rate естественно очень сложно становится играть с таким прочим этом я считаю это мое мнение я считаю то что с маленьким прочей там играть сложно идем дальше следующий знаете не буду как выключать микрофон потому что я все равно ничего не говорю во время карт это садан дэд или перфект собственно ведом пояснять то не надо садан дэд промахнулся проиграл то есть буквально если вы не сайте вы проигрываете перфект чуть поинтереснее если вы выбиваете таб ненно идеально то есть на 300 можно выбить на 300 150 вниз если вы выбиваете таб на 100 или 50 игра перезапускается сейчас я покажу это что я вдруг понял что достаточно сложно объяснить вот видите то есть это полезно если вы задрачиваете какую-то карту на сс я не советую этого делать начинающему потому что это может очень негативно сказаться на ваше мнение об игре это становится скучно пиздец каким охренеть вот сейчас я вам покажу просто я пытался одну карту задрочить на сс я так и не сделал сейчас я перейду вот сюда вот у меня здесь historical посмотрите я сыграл ее но big black это не смотрите да это я просто пытаюсь улучшить свои скиллы игры на этой карте вот эта карта вот 105 раз я сыграл это 105 раз подряд я сыграл 105 раз подряд я теперь терпеть не могу я никак в жизни не запущу больше вот то есть я пытался пройти на сс я не прошел на сс это бессмысленно бесполезно скучно но если вы уже там какой-то топ то стоит пытаться дабл тайм и nightcore это режимы которые тупо ускоряют скорость ускоряют соответственно чуть-чуть увеличивают а прочее и в два раза быстрее идет музыка два раза быстрее так разница между дабл таймом и nightcore лишь звучание да то есть вот сейчас покажу вам дтт сейчас затея я честно не смотри честного игру я не пытаюсь я лишь показываю режим и nightcore слышите что со звуком происходит это не я там намонтировал то есть принципе какого-то коренного отличия нету по большому счету а вот это становится уже очень интересно режим хидан сокращение хэдэ очень важный режим очень важный режим я пытаюсь с ним играть большинство карт мультиплеере по крайней мере этот очень интересный режим существ который раз уже сказал в общем это режим который но сейчас все видите сложно объяснить он никак не влияет ни на прочее это не нашло вот смотрите и так далее то есть вы видите что происходит с игрой да я считаю это более интересным вариантом игры вот и полезным потому что когда вы играете с хиданом у вас увеличивается можно сказать скилл чтения прочего это вот если вы играете с хиданом то вы начинаете понимать через сколько секунд надо нажимать вот у вас увеличивается этот скилл чтения следующий мод это мод для самых мазохистских мазохистов это мод флэшлайт я не знаю до конца как с ним играть я думаю это тупо зубрение карты если с хиданом вы можете прочитать карту низу не используйте в зубрении то фэйл флэшлайт от чисто зубрение посмотрите видно сокращается поле зрения прямо здесь просто еще близко расположены как бы более-менее тапы то есть их видно хотя бы то есть ну это режим для мазохистов которые наизусть выучивают карту когда у моего пытаются вы пройти естественно вы не должны выбирать какой-то один из этих модов да вы можете выбрать там сразу несколько вот моя любимая комбинация на которой пытаюсь пройти некоторые карты тахар хэда сейчас вы это увидите соответствует hard rock с хиданом давайте это все лишь карт посмотрите достаточно интересно играть даже мне потому что это реально сложно то есть хр и хидан это реально интересный режим получается то есть у вас уменьшается размер клавиш уменьшается время за которое вам нужно нажать забыл сказать то что меняется порядок то есть смотрите вот сейчас я вам объясню вас без хаера как идут запад попытать запомнить как идут слайдер этап вот смотрите в какую сторону идут вниз вниз видите а с хаером с хаером с точностью да наоборот они будут идти в обратном порядке как обратно вот смотрите то есть они будут идти сейчас вверх видите то есть как бы идет симметрия такая осевая осевая симметрия по пассиву x господь вот все сможете блин все режимы включить и не надо вы так естественную карту вряд ли пройти сможете чтобы смотрите какая какой мультиплеер идет что реально радовый но я боюсь то что я сейчас даже первый этап не выберу на самом деле туда не выбирать то есть это ну вот реально если вы например только начали играть в общем то первые там карты вам вообще не нужно вы хажи входить в этом меню входить меню мадо но если вы уже можете пройти изи молодцы и не можете перейти на нормал например не только бывает вы смотрите approach rate этой карты он 2 вы берете х и отключаете 2 и 8 включайте dt чуть больше 28 и пытаетесь как-то пройти научиться читать карту вот смотрите видите совсем не сказал что-то очень сложно становится но это увеличивает важно учтение approach rate уже больше двух почти три а значит вы уже можете пытаться перейти на 4 или например если вы пытаетесь пройти на 4 здесь у нас approach rate 4 например да берем карту approach rate 8 нажимаем ht у нас получается approach rate собственно 4 можно еще чуть-чуть нажать пробовать да и можно пытаться уже как-нибудь здесь крутится но посмотрите во что превращается карта с хт достаточно просто на самом деле прикольно ну по мадам это наверное все я не знаю что еще сказать собственно комбинировать их можно как угодно да закрутить а ну да прайс плюс забыл сказать так для этого мне нужна карта такая как называется сейчас вот собственно шутку спиннер элементарно просит штука музыка пусть это реально карта который на тупо спиннеры ложь такой спиннер понимаете то есть вы просто крутите элементарно курсоры нажимаете клавишу все а с плюс ну обычно с просто спиннер спиной проходит автоматически вот смотри то есть я ничего с не нажимаю я не автоматически крутится естественно не с большой скоростью то есть вы не сможете идеально пройти карту с таким режимом я кручу быстрее внизу вы видите скорость спина у меня скорость спина около 350 360 здесь ведь скорость там 280 если вам лень крутить на мышке вот например не очень удобно крутить да то есть вы видели как я ровно достаточно вращаюсь с планшетом сейчас пробую на мышке покрутить ну это вообще что-то смешное на самом деле ну вы понимаете да 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 это невозможно сейчас я вам покажу еще как крутит некоторые люди с мышкой то есть мы приспособлять мышка вам нам лучше играть с плюс но и заметьте там снижается мультиплайер но и на этом про моды всего как всегда в традициях поблагодарим нашего спонсора кс горе на точку учетки магазинчик шмотки пушечки на кс го зайдите купить и кто в пагах власти с какому хоть на все выпало все до свидания дальше уже наверное пойдут достаточно такие глубокие москвы туриалы по определенным по определенным таким знаете за херам которого могут встретиться ну если вам о чем то говорит слова джампа сингл тапы стрима до стрима то наверное следующий ролик не для вас а если вы не знаете что это то без этого посмотрите это очень важно это будет вас преследовать начиная с хардов заканчивая картами типа биг блэка вот чем еще могу посоветовать ребят те кто начинает играть пытаетесь на ю тубе искать людей которые реально хорошо играют смотрите движение их ну вот то что я могу посоветовать это топ-1 польши топ-1 скорее всего европы вот номер 3 в мире это лобуфу лапа и лэнс открутим арту канал собственно достаточно просто найти вот плейлист осу и богу здесь такие реплеи это просто что да 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 это видеть надо реально вот я включу случайно лучше без музыки шмели забанили и вот здесь посмотреть что происходит здесь я почти ничего есть почитать не могу на самом деле могу я эту карту пытался пройти но без файла и не прошел здесь видно как движется его рука планшета видно что используют клавиатуру очень полезно такое посмотреть ну и на этом мы закончим наверное ждите следующих роликов они будут выходить достаточно часто потому что мне записывать достаточно быстро монтировать быстро и несмотря на это они достаточно информативно все ждите следующих видео всем пока